Добрый день, Татьяна. Добрый день, коллеги. Если меня хорошо слышно, давайте поставим реакцию. Отлично, спасибо большое. Татьяна уже сказала, какой у нас сегодня замечательный день. Это действительно для нас праздник. Вы знаете, что мы владеем одной из крупнейших библиотек электронных книг, университетской. И для нас этот день действительно особый, потому что люди, с которыми мы общаемся ежедневно, они составляют наш рабочий день. Поэтому я, конечно же, вас всех поздравляю, знаю, что среди нас и здесь есть библиотекари. Библиотекарь сегодня – это очень сложная работа. Это не просто книгохранители, да, это люди, которые разбираются в каких-то новейших информационных технологиях. Это спикеры, они ведут мероприятия. Это маркетологи, они ищут, как подать книгу, как привлечь читателя. Они комплектуют фонды, участвуют в тендерах, работают с поставщиками, да, с издательствами. С библиографией, Татьяна уже упомянула об этом, с ГОСТами, с огромным количеством людей и прочим, и прочим, и прочим. Конечно, желать благодарных читателей просто этого мало. И, наверное, поэтому мы желаем вам успехов в этой сложной, многогранной работе. Желаем, чтобы вам по-прежнему было интересно, чтобы нравилась эта профессия, чтобы вы чувствовали в ней вдохновение, подъем, удовольствие. Так что с праздником, дорогие друзья. И я сегодня буду вам помогать выбирать книги. Покажу, что наше издательство сделало в мае, какие у нас успехи, чем мы можем порадовать читателей и ваших, и наших. В этом месяце мы обратили внимание на такие направления, как юриспруденция, управление, экономика, экология. Кстати, экономика у нас получилась таким большим блоком, очень серьезным, интересным. Мы затронули этнографию, туризм, история. Как всегда, педагогика – это тоже большой блок. Психология и многое-многое другое. Сейчас подробно обо всем расскажу. Начнем мы с экономики. Сейчас, секундочку. Институциональная экономика, краткий курс – это учебное пособие. В это издание вошли лекции, тестовые задания, кейсы по теме институциональная экономика. Вопросы и понятия раскрываются авторами не только в теоретическом аспекте, но и с учетом осуществления экономических и институциональных процессов российской и зарубежной экономик. Адресовано это пособие студентам бакалавриата направления экономика, аспирантам и научным работникам. Следующая книга, которую хотелось бы вам представить – это «Экономика труда. Сборник задач и тестов». Этот сборник заданий для изучающих и преподающих экономику труда представляет собой небольшое дополнение ко множеству задач и тестов, которые опубликованы в различных учебных пособиях. И ни в коем мере, как автор это особо отмечает, не претендует на полноту охвата проблемы. Это дополнительный источник для практики, а она, как мы знаем, лишней никогда не будет. Издание полезно студентам экономических специальностей среднего профессионального и высшего образования, а также их преподавателей. Следующая книга – тоже учебное пособие «Использование информационных технологий в экономике недвижимости». В пособии рассматриваются методики решения практических заданий по дисциплине «Экономика недвижимости» с использованием современных информационных технологий. Рекомендуется это пособие студентам экономических специальностей, менеджерам разного профиля, маркетологам и социологам. Следующая книга от уже полюбившегося нам автора, постоянного, очень ценного для нас, хотя бы потому, что ему 90 лет. «Краткая история неизвестной экономической науки. Учебное пособие». Уже само название этого пособия интригует читателя. «История неизвестной экономической науки». Эта книга отличается от других подобных изданий тем, что в нее добавлены малоизвестные ранее факты об учениях древних философов и современников. Цель пособия – представить теоретическую, практичную модель успешного, гармоничного социального развития России и любой страны. Отмечу, что это далеко не первая книга доктора технических наук, профессора Валентина Васильевича Кочетова. Я уже говорила о том, и такой небольшой спойлер по этой книге – все-таки это все уже было. И все древние экономисты, если их можно так назвать, они все это уже рассказали. Просто мы забыли, просто мы об этом не знали. Почитайте, это очень-очень интересно. Пособие – это предназначено студентам вузов различных специальностей, аспирантам экономических факультетов и вузов лицам, которые интересуются экономической наукой, которые в настоящее время еще нет. Следующая книга тоже из области экономики. Даже две – понятийно-категориальный аппарат финансово-экономического дискурса и финансовый дискурс. Учебные пособия эти, соответственно, рассчитаны на студентов первого-второго курса высшего учебного заведения, обучающихся по специальности экономико-экономическая безопасность, и на студентов, обучающихся на экономических специальностях среднего профессионального образования. Вы видите, что эти книги даже выглядят по-разному. У нас есть особая серийная обложка для студентов средних профессиональных образовательных учреждений, поэтому здесь очевидно, что для высшего, что для среднего профессионального. Оба эти издания включают в себя профессионально ориентированные тексты, которые посвящены ключевым аспектам специальности. Материалы пособий направлены на изучение профессиональной лексики, коммуникацию в сфере профессиональной деятельности и позволяют интенсифицировать когнитивную деятельность учащихся. Безусловно, многие книги нельзя однозначно определить в конкретную область, допустим, в экономику, например. И вот, допустим, эти книги, они имеют не только экономическую, но и языковую направленность. И вот эту мою ремарку я прошу иметь в виду, потому что очень многие книги, которые я, допустим, могу отнести в историю, они на самом деле могут во многие области входить. И для нас это очень важно, то, что охват тем, которые мы освещаем, он достаточно широк. Мы еще вспомним об этой ремарочке и со следующими книгами. Дальше тоже у нас экономическая область, развитие территориальных кластеров, институциональный подход. Это монография. Авторы данной монографии рассматривают теоретико-методологические основы институционального анализа территориальных кластеров, рассказывают о зарубежном и российском опытах институционального развития кластеров в региональной экономике и обрисовывают перспективы модернизации региональной кластерной политики в контексте этого самого подхода. Следующая книга «Теория экономических циклов. Часть вторая». Первый том у нас вышел в конце прошлого года, в конце 2020 года, причем он был обновлен новыми материалами. Эту книгу я второй том могу даже вам показать. Мы ее уже даже получили из типографии. Вот она, довольно такая внушительная. В этом издании рассматривается актуальная и очень важная в теоретическом и практическом планах проблема природы экономической цикличности и основных факторов, которые определяют содержание, особенности протекания ее динамики в каких-то конкретных исторических условиях и экономических, разумеется, охват последние десятилетия. Основное внимание автора сосредотачивает на выявлении природы основного источника неравномерного характера развития экономической конъюнктуры, установлении причин циклических колебаний для определения возможностей их прогнозирования с достаточной степенью надежности и снижения уровней этих экономических колебаний, обеспечивающего плавное и равновесное развитие всех экономических систем. Ну, как я уже говорила, это второй том исследования. Он адресован студентам экономических направлений и специальностей, а также магистрантам, аспирантам, преподавателям и всем, кто интересуется вот этой вот интересной тематикой. Следующая книга. Я говорила, что у нас экономика в этом месяце получилась как никогда. Учебное пособие «Анализ эффективности негосударственного пенсионного фонда». Это учебное пособие, скорее всего, заинтересует не только бакалавров, специалистов и магистрантов, которые обучаются по направлению экономика и управления, по различным направлениям подготовки, но и многим-многим другим. Оно будет полезно всем тем, кто задумывается о своем будущем, о том, на какие средства придется жить или существовать при достижении пенсионного возраста. В общем, тема такая очень острая, актуальная. Авторы этого издания раскрывают институциональные основы деятельности. Прямо это слово у меня сегодня в каждой книге вылезает. Ну, поделать ничего не могу, такая у нас вышла тема. Институциональные основы деятельности фондов в России. Подходы к оценке их финансовой состоятельности, особенности инвестиционной деятельности, а также критерии и методики оценки ее эффективности. В общем, все, что вы хотели знать о пенсионном фонде, о формировании деятельности и будущем, все в этой книге есть. Следующая книга тоже из области экономики – «Феномен черного лебедя в финансовом менеджменте компании». Это учебное пособие. Актуальность его обусловлена важностью учета вероятности риска при ведении экономической деятельности в условиях неопределенности. Тема влияния фактора черного лебедя на финансовый менеджмент компании в Российской Федерации чрезвычайно востребована на самом деле. Авторы раскрывают само понятие черный лебедь и изучают некоторые аспекты учета риска и неопределенности в стратегическом и корпоративном управлении, а также способы по снижению уровня негативных последствий событий, относящиеся к категории черного лебедя. Если я вас заинтересовала этим термином из области балета, рекомендую почитать эту книгу. Но кроме вас она еще будет интересна бакалаврам, специалистам и магистрантам, которые обучаются по направлению экономика и управления, а также аспирантам, слушателям программ повышения квалификации и профессиональной переподготовке предпринимателям, финансовым менеджерам. В общем, очень-очень большой охват. Тема действительно очень интересная. Следующее учебное пособие – «Макроэкономика. Основы мировой экономики». Это уже второе издание этой книги с обновленными данными. Учебное пособие представляет собой теоретический материал, в котором в четкой и структурированной форме изложены главные этапы развития ключевые вопросы макроэкономики, проблемы функционирования макроэкономики, макроэкономической нестабильности, государственного макроэкономического регулирования, финансовой структуры государства, переходной экономики, а также сущности содержания международных экономических отношений. В конце каждой темы, разумеется, расположен практикум. Эту традицию и первое издание сохраняло, и второе, кроме практикума, там вопросы, задачи, тесты для закрепления и проверки полученных знаний. Также приводится подробный словарь экономических терминов. Издание это, конечно, окажет неоценимую помощь подготовке студентам к семинарским занятиям, контрольным работам и экзаменам по курсу «Макроэкономика. Основы мировой экономики». Вот по этим курсам. Следующая книга «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» – это учебно-методическое пособие. Посвящено оно изучению актуальных проблем содержания и реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Издание это будет полезно обучающимся по направлениям и специальностям госиммуноуправления, управления персоналом, экономикой, менеджментом. Конечно, оно представляет интересы для работников сферы управления, научных работников и специалистов в области ЖКХ. Это, конечно, однозначно. Им давно пора уже посмотреть, что нового есть в их области. Еще одна книга, очень необычная для нас, но мы к ней довольно долго шли. «Заглянуть в будущее и разбогатеть философия, этика и алгебра фондового анализа». Вы знаете, что сейчас фондовые рынки, инвестиции – это все тема на слуху. И вот мы рады показать вам, что среди новинок нашего издательства есть и книга российского экономиста, политолога Саида Гафурова. Замысел этой книги состоял в том, чтобы, концентрируясь на философских аспектах, сделать один из самых первых шагов в новом направлении – философском осмыслении реальной практики фондового анализа. Таким образом, если вы искали способ, как стать миллионером за короткое время или хотели разбогатеть на бирже, но стеснялись спросить, как это сделать, тогда эта книга именно для вас. По крайней мере, понять, как это работает, можно абсолютно точно. Издание – это предназначено для широкого круга читателей, но прежде всего, конечно, для студентов и слушателей магистратур финансовых вузов. На этом экономика у нас закончилась, и мы переходим к правовидению. Учебное пособие. Настоящее учебное издание предполагает изучение основных отраслей права. Традиционно изучаемых в рамках этой дисциплины, а также правовых основ борьбы с коррупцией, что обусловлено внесением соответствующих компетенций в федеральные государственные образовательные стандарты. Предлагаемые планы каждой главы этого издания могут быть использованы как планы практических занятий. Приведенные вопросы для самостоятельной работы, конечно же, способствуют пониманию и усвоению теоретического материала, а тема рефератов – развитие творческих навыков, способности анализировать нормативно-правовой и учебный материал. Пособие это адресовано студентам, которые получают юридическое образование, и всем тем, кто интересуется вопросами правоведения. Следующее учебное пособие – корпоративная культура из области управления персоналом. Это учебное пособие призвано оптимизировать процесс усвоения студентами и слушателями курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации теоретического материала путем изучения и анализа практических ситуаций по формированию корпоративной культуры в организации и ее влияние на эффективное функционирование этой организации во внутренней и во внешней среде. Корпоративная культура – это очень важно, и нельзя, конечно, не отметить, что в каждой организации она своя, и видов существует на самом деле масса. В общем, именно об этом данное пособие. Следующая книга из области логистики таможенного дела. В этом месяце у нас пара книг вышло в этой области. «Управление цепями поставок коммерческих грузов в международном сообщении». Это монография. Мне хотелось бы отметить, конечно, особую значимость ее. Россия, географически соединяющая Европу и Азию, имеет выгодное местоположение для организации логистических процессов. Но из-за устаревшей инфраструктуры логистика развивается недостаточными темпами. Вот именно это издание призвано исправить ситуацию, обнажить проблему. В этой работе рассмотрена новая концепция организации логистического процесса. Внимание акцентировано на роли двух стратегически важных партнеров России – Франции и Германии. Это исторически обоснованно. Эти страны заинтересованы в поставках сырья из России, а наша страна имеет интерес к использованию передовых технологий в логистической отрасли. Отдельное внимание уделено организации поставок коммерческих грузов из Китая. В общем, такая очень важная и знаковая для нас и для этой области книга. Очень хотелось о ней рассказать. И вот, наконец-то. Следующая книга из этой же области – «Организация таможенного контроля при мультимодальных перевозках». Это тоже монография. Она рассказывает об организации таможенного контроля в мультимодальных перевозках по таможенной территории Евразийского экономического союза. Автор в ней рассказывает, раскрывает само понятие мультимодальных перевозок и дает предложение по совершенствованию проведения таможенного контроля и транзита при их совершении. Это в настоящее время является весьма и весьма актуальной проблемой. Издание это будет полезно студентам институтов и университетов нашей страны с направлением таможенное дело и специалистам, которые связаны с мультимодальными перевозками. Вот ставьте галочки напротив этих книг, потому что действительно-действительно стоящие. Транспортная сфера. И здесь у нас от коллектива наших тоже уже становящихся постоянными авторов механика контактного взаимодействия колеса и рельса. Это еще одна монография, которая выходит в нашем издательстве и которая посвящена решению специфической контактной задачи, которая в период с 1885 года и до настоящего времени сформировалась в особое научное направление. Авторы подробно описывают реализацию условий контактного взаимодействия. Вот это вот колеса и рельса. И рассматривают вопросы оценки контактной прочности при статических нагрузках, контакте качения, моделирование процессов накопления контактно-усталостных повреждений, распространение трещин, изнашивание применительно контакту колеса и рельса. Вы когда-нибудь вообще думали об этом, садясь в поезд, в ласточку, и во все железнодорожные вот эти сооружения, что есть такие проблемы. Издание адресовано научным и инженерно-техническим работникам, занимающимся вопросами взаимодействия вот этого самого колеса и рельса, а также магистрантам и студентам старших курсов, которые обучаются по специальности подвижной состав железных дорог. Вот такая вот интересная книга. «Электроэнергетика, электротехника». Здесь мы выпустили книгу «Учебно-методическое пособие. Эксплуатация релейной защиты и автоматики». Это учебное пособие составлено на основе многолетнего опыта проведения практических занятий, чтения, курса, лекций по данной дисциплине в Национальном исследовательском институте МЭИ. Изложение материала в этой книге сопровождается множеством примеров в форме векторных диаграмм рабочих и аварийных режимов электроэнергетических систем. В общем, авторы настолько проработали тему, что любо-дорого смотреть. Вся книга в каких-то подробных схемах, диаграммах, очень и очень интересная и подробно, предназначена для студентов магистратуры электроэнергетических специальностей, которые обучаются по направлению электроэнергетика, электротехника и магистрантов по этому же направлению. Профиль релейная защита и автоматизация энергосистем. Кроме того, обратить внимание руководителей и специалистов служб предприятий энергетических систем на нее стоит. Электрических и распределительных сетей и электрических станций тоже стоит. То есть Россеть, ПАО, ФСК, ЕС – это все книги для вас. Машиностроение. Монография, автоматизация выбора инструментальных стратегий механической обработки деталей на станках с ЧПУ. Это коллективная монография. В ней исследуется процесс автоматизированного выбора инструментальной стратегии обработки элементарных поверхностей деталей в промышленности на многофункциональном технологическом оборудовании. Эта тема является актуальной, потому что она направлена на повышение эффективности производства продукции в промышленности за счет автоматизации выбора инструментальных стратегий механической обработки. Авторы отмечают, что в результате работы были получены новые научные результаты. И это, безусловно, заинтересует всех специалистов машиностроительных предприятий, которые, казалось бы, ну ничего нового уже быть не может. А нет, есть. Следующая книга из области архитектуры и строительства. Встречаем. Учебное пособие. Так и называется. Архитектура и строительство. Вводный курс. Эта книга будет полезна для подготовки студентов прикладного бакалавриата в системе учреждений высшего профессионального образования, а также для студентов, которые учатся в средних специальных учебных заведениях. Вводный курс учебного пособия в понятной форме рассказывает о вопросах, которые связаны с историей архитектуры, строительными материалами, изделиями и конструкциями, проектированием зданий, технологий, организацией, процессами их возведения, основами градостроительства, специальными областями строительства и тому подобное. Если вдруг именно архитектура и строительство область ваших интересов, то я очень-очень рекомендую посмотреть на нашу линейку книг в этой области с 2018 года. Мы ее формируем самыми-самыми новыми книгами. Поэтому то, что этот пул книг очень сильный в нашем издательстве, это абсолютно точно. Смотрите, изучайте. И плюс еще вот это пособие. Следующая книга. Вспоминаем мою ремарку о том, что практически не бывает книг, которые относятся только к одной области. Это одна из них, просто наглядный пример. «Жилищное движение и жилищное самоуправление в СССР и России от писем в ЦК до баррикады в Бутове». Это монография нашего автора, с которым у нас, кстати, был замечательный вебинар. Дмитрий Александрович Левчик со своим соавтором, журналистом написал эту монографию. Я вам ее могу показать. Вот она. Не очень большого объема, но содержание действительно очень-очень ценное. Почему? Ну, по Булгакову у нас жилищный вопрос в итоге испортил не только москвичей. Почему вспоминаются слова классика? Наше издательство представляет вам книгу, в которой затронуты одни из самых насущных вопросов нашей современности. Они касаются вот каждого из нас. Это вопросы улучшения жилищных условий, улучшения экологической обстановки, борьбы против создания промзон, какого-то точечного, непродуманного строительства. И один из лейтмотивов книги «Нарастающая жилищная революция в России», как говорится, жильцам многоквартирных домов посвящается. Я очень надеюсь, что у нас осенью будет еще одна встреча с Дмитрием Александровичем. Он не просто занимательно и увлекательно, а со знанием дела рассказывает обо всех своих книгах и областях своих научных интересов, и жилищных в том числе. Поэтому о жилищной революции я очень надеюсь, что мы еще поговорим в сентябре-октябре на нашем специальном вебинаре встречи с автором нашего издательства. Ну и переходим к следующей книге. Она уже такого более технического плана. «Основы проектирования санитарно-технических сетей зданий и сооружений». Это учебное пособие нашего постоянного автора Юрия Дмитриевича Сибикина, кандидата технических наук. Его литературный стаж 30 лет. Вы просто все не представляете. Но вернусь к книге. Тема эта особо актуальна в наше время. Качественная очистка сточных. Вот она имеет очень важное санитарно-гигиеническое, экологическое значение, сохраняющее окружающую среду и предотвращающее возникновение эпидемиологических заболеваний населения. Это очень-очень важная тема. И все достаточно сложно устроено. В этом издании отражены последние достижения строительной техники в области санитарно-технических систем. Система оборудования зданий и сооружений. Использованы основные положения и требования СНИПов и ГОСТов последних лет. Хочу отметить, что вообще в книгах Юрия Дмитриевича очень много того, чего не хватает во многих книгах вот такого технического характера. Обязательно приводятся ГОСТы, СНИПы, размеры. Все очень точно и все эти нормы. Поэтому имея такую книгу, промахнуться в своем деле совершенно невозможно. И это учебное пособие будет полезно студентам средних профессиональных образовательных учреждений, а также работникам, которые занимаются эксплуатацией, монтажом и проектированием систем отопления. О, скоро у нас отключают воду. Могу продать несколько книг. Вентиляции, кондиционирование и водостабжение. В общем, видите, какой большой объем, какие большие области применения. И главное, что там все-все последние новинки и изменения. Промышленная безопасность, безопасность жизнедеятельности. Я определила эту книгу именно сюда. Тем не менее, это учебное пособие, предназначенное для среднего профессионального звена. Промышленная безопасность объектов трубопроводного транспорта. В нашем издательстве уже выходило несколько учебных пособий этого автора. Кандидат наук, профессор, член-корреспондент Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности Георгий Михайлович Сукало. Его новая работа посвящена промышленной безопасности объектов. Объектов именно трубопроводного транспорта, которые относятся к категории повышенной опасности, как носитель опасных и вредных производственных факторов. В этом учебном пособии последовательно раскрыто нормативно-правовое, техническое, организационное, информационное направление реализации требований промышленной безопасности. Предназначено оно для оказания методической помощи студентам СПО по специальности сооружения и эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Это специальность, в рамках которой изучается междисциплинарный курс эксплуатации газопроводов и газонефтехранилищ. Поэтому вроде бы как бы узкая тема, но тем не менее по своему объему, по своей значимости очень и очень важная. Следующее тоже касающееся безопасности, промышленной безопасности, расследования, экспертиза пожаров. Это учебное пособие, которое состоит из двух частей, соответственно, расследований и вторая часть экспертиза. Разумеется, мы не делаем книги, которые не актуальны в данный момент, поэтому то, что это пособие имеет особую актуальность в связи с тем, что в последние годы наблюдается высокий рост чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, негативные последствия которых существенно влияют на экономическую деятельность, жизнь, здоровье людей, экологию окружающей среды, то вопрос о значимости и необходимости этой книги как-то сам собой отпал. В этих книгах подробно и поэтапно изложены основные теоретические материалы по дисциплине расследования и экспертизы пожаров. Ну, наверное, это все, что я могу сказать, кроме того, что они адресованы студентам СПО, очной и заочной формы обучения по специальности пожарная безопасность. Очень важные два издания, в которых именно структурировано и поэтапно расписаны вот такие важные части этого страшного дела. Следующая книга тоже из области безопасности. Организация и тактика тушения пожара на объекте защиты. Вот это учебник, в нем получила развитие тема, освещенная в двух предыдущих учебных пособиях. В это издание вошли аспекты, рассмотренные аспекты, которые связаны с организацией тактики тушения пожаров на территории учреждений и предприятий. Вопросы составления планов и карточек тушения пожара на объекте. Учебник этот предназначен также среднему профессиональному образованию, специальность пожарная безопасность и еще, пожалуй, специальность защиты в чрезвычайных ситуациях сюда очень-очень подходит. Кроме того, не лишним будет отметить, что это далеко не первая книга Алексея Валерьевича Федориана. Это кандидат технических наук, доцент, наш уважаемый автор, и мы выпускаем действительно не первую его книгу. Учебники и пособия его имеют очень высокую востребованность у студенческой аудитории, но это неудивительно. Темы актуальны, подача материала потрясающая. Так что иметь такие книги в библиотеках очень и очень важно. Следующая книга из области сельского хозяйства «Агрономия, зоотехника, экономика. Сельское хозяйство в 21 веке. Перспективы и вызовы». Это второй том монографии, которая посвящена современному состоянию аграрной науки и ее вкладу в развитие сельского хозяйства нашей страны, региона. Исследование это адресуется специалистам сельского хозяйства и обслуживающих отраслей, научным работникам, студентам и аспирантам аграрных вузов, сельскохозяйственных колледжей и техникумов. В общем, очень и очень большой у нее объем. Более подробно я рассказывала, когда представляла первый том. Ну, раз у вас есть первый, must have второй. Следующая книга из области экологии. «Эколого-экономические и организационно-управленческие аспекты в решении задач оптимального функционирования водохозяйственных систем». Монография. Эта монография заинтересует экологов, разумеется, специалистов, руководителей организаций в области проектирования, строительства и эксплуатации водных объектов, точно. В исследовании рассмотрены основные организационно-экономические и экологические аспекты сотрудничества, перспективы развития и пути кардинального решения проблемы оптимального функционирования систем водоснабжения и водоотведения в трансграничном регионе. А также значимость оценки конкурентоспособности предприятий, которые в условиях рынка будут достигать поставленных целей. Видите, все, что важно для нашей страны. Водоотведение, пожары, все-все мы вам издаем, показываем и рассказываем. И перейдем к приятному, к туризму. Вы знаете, что скоро лето, пора уже планировать и важно знать, как это все устроено. В этом учебном пособии, помимо комплексного характера сущности предпринимательской деятельности в туризме, рассмотрено обеспечение самого процесса усвоения теоретических знаний, которые необходимы для организации туроператорской и турагентской деятельности. Предназначено для студентов направление подготовки бакалавриата и магистратуры, направление таких как туризм, гостиничное дело, а также специалистам сферы туризма. Вот уверена, если бы все сотрудники турагентства, туроператоры читали наши книги, то ситуаций невозвратимых и необратимых было бы гораздо меньше. Следующая книга тоже «Туристическая область. Туризм. Региональное планирование развития туризма на основе кроссфорсайта и проектных методов». Это тоже монография. Тема этой монографии является актуальной и имеет как теоретическую, так и практическую значимость. В исследовании разработаны теоретические основы и методические положения регионального планирования развития туризма на основе кроссфорсайта и проектных методов. Адресовано, конечно же, всем тем, кто занимается туризмом в регионах. Там есть особенности и применение новых технологий, новых проектных методов. Это очень-очень важно и интересно. Так делает весь мир, почему не мы? Следующая книга из области этнографии. «Основы этнографии. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения специальности социально-культурная деятельность». Вот такое вот объемное название. А имеем мы пособие, которое будет полезно студентам-заочникам при изучении общепрофессиональной дисциплины «Основы этнографии». Издание поможет развитию обучающихся навыков и умения применения современных этнографических знаний в профессиональной деятельности. Ну, собственно говоря, это то, с чего надо начинать, поэтому в данном направлении это нужно иметь. Еще отнесла книгу, следующую книгу в области этнографии, но на самом деле она настолько разносторонняя, что сложно сказать. Решайте сами, как говорится. «Пацифида. Тайная Тихоокеанская Атлантида». Ну, казалось бы, вот она, начало издательство Директ Медиа выпускать сборники сказок, но не так-то было. Автор этой книги, историк-этнограф Ирина Динабург вместе с читателями переносится в далекое легендарное время Атлантиды и Гипербореи. И на основе данных различных научных дисциплин, геологии, истории, этнографии, лингвистики и многих других, доказывает, не просто показывает, а доказывает, возможность существования в древности гипотетического континента Пацифиды. Издание это снабжено богатейшим иллюстративным материалом. Разумеется, любая иллюстрация делает книгу живой, яркой, и эта книга не исключение. Рассчитана она на широкий круг читателей. В общем, если вам хотелось в последнее время почитать что-то очень-очень интересное, новое, кем-то доказанное, пожалуйста, вот она, новая книга. Переходим к большому блоку педагогики. Ну, как относительно большому, обычно мы пара книг и все. Сейчас этот блок чуть больше. «Социальная педагогика. Основы курса». Это учебник уже постоянного нашего автора. Учебник этот выдерживает внимание шестое издание. Автор его доктор педагогических наук, профессор Лев Владимирович Мордахаев. Характерной особенностью этого учебника является то, что в каждой теме есть ссылка на полный курс и литературу, в которой изучаемая тема получила дальнейшее развитие. То есть это как бы все, что вам было нужно по этой теме. Получается, из одной книги можно достать все-все-все. Авторам обеспечена ориентация на современные достижения в области социальной педагогики. Изучив это пособие, студенты получают общее представление о социальной педагогике как науке, особенностях реализации социально-педагогических технологий в работе с определенными категориями детей, подростков, молодежи, а также их родителями с учетом особенностей субкультуры и потребностей культуры. Адресован этот учебник студентам колледжа и вузов, которые изучают одноименный курс, социальная педагогика, а также аспирантам и преподавателям, слушателям дополнительной системы дополнительного образования. То есть очень и очень такая благостная книга на все области. Следующий интегративный подход на уроках биологии. Это монография, тоже из области педагогики, выпущенная нами книга. Рекомендована она к печати ученым советом МГПУ. Адресуется студентам и магистрантам направления педагогического образования, а также методистам и педагогам общеобразовательных организаций. Предлагаемые в этой работе новые методы технологии межпредметной интеграции, которые реализуются на интегрированных учебных занятиях и внеурочной деятельности, помогают перейти от предметного к метапредметному подходу преподаванию учебных дисциплин в общеобразовательной школе. Это способствует гармоничному развитию интеллектуальной и эмоциональной сфер школьников. Вообще, обратите внимание на автора этой книги, Валентина Смелова. У нее очень такой неплохой пул книг по педагогике и межпредметной интеграции. В первую очередь разработан. Мы с этим автором еще встретимся и сегодня, и в принципе мы выпускаем ее книги. На мой взгляд, очень-очень важно. Вот еще один пример. Ресурсное обеспечение кабинета начальной школы. Методическое пособие. Мы все знаем, как тяжело преподавателям, учителям соответствовать нынешним стандартам, постоянно меняющимся правилам. И, конечно же, помогать – это наша задача и задача наших авторов в первую очередь. Это методическое пособие. Его авторы рассматривают организацию информационно-предметной среды современного кабинета начальной школы. Предназначено оно для студентов и магистрантов, обучающихся по направлению педагогическое образование, а также педагогов начальной школы и методистов. Что там должно быть? Для чего? Размеры, качества. Ну, абсолютно все. Все ресурсы, которые нужны кабинету, зачем они нужны, все здесь есть. Поэтому прям берем книгу и ставим галочки, что я сделала в кабинете. Вот это самое то. «Современные технологии работы с учебником в инклюзивном образовании». Вы знаете, что мимо инклюзива пройти мы не можем. Мы рады эту тему обновлять, дополнять. И вот это учебное методическое пособие, которое я вам представляю, пополнило наш полкниг об инклюзивном образовании. Это пособие отражает результаты обобщения педагогического, научно-исследовательского и методического опыта автора, чьи исследования посвящены вопросам изучения психолингвистических механизмов, восприятия и понимания текстов детьми разного возраста. В данном случае особое внимание уделяется периоду начала школьного обучения. Это пособие имеет очень яркую междисциплинарную направленность, поэтому оно может быть полезно и для студентов, и преподавателей педагогических, психологических, и лингвистических вузов, практических работников, которые осуществляют специальное сопровождение лиц СОВЗ. Поэтому области применения этой книги, конечно, очень-очень широкие. Еще пара книг из области педагогики. «Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления». Это учебное пособие в двух частях. Оно предназначено студентам-магистрантам, которые получают психолого-педагогическое образование, и будет полезным преподавателям, педагогам, психологам системы образования, независимо от типа и вида образовательной организации. В этих пособиях отражены разные стороны работы педагога-психолога, которые связаны с проведением психодиагностики, психологической профилактики и просвещения организации консультативной и коррекционной деятельности, а также участием педагога-психолога в работе с психолого-медико-педагогическим консилиумом образовательной организации. В общем, настольная книга педагога-психолога – это вот это пособие в двух частях. Из области психологии очень-очень необычная и интересная книга. «Не бойся, малыш!» – сборник терапевтических сказок. Когда-то давно, в 2014 году, мы уже выпускали терапевтические сказки. Они имели успех. Но я думаю, что тот успех, который ждет сейчас, то вообще, как родители в первую очередь выходят на тот уровень общения с детьми, я хочу сказать о том, что то, как они стали решать психологические проблемы в самом раннем детстве, это, конечно, возросло в разы. Поэтому сейчас успех терапевтических сказок, он будет гораздо выше, чем, допустим, еще 5-6 лет назад. Вот эта чудесная книжка, она очень своевременна. И просто необходима всем родителям, бабушкам, дедушкам, и, конечно же, воспитателям младших групп. В книге рассказывается о нескольких самых распространенных детских страхах, которые, в свою очередь, так боятся родители. Обратите внимание. Автор дает ответ на самый главный вопрос, как помочь малышу преодолеть его страх. Иллюстрации, конечно же, прекрасно дополняют и украшают издание. И мы все знаем, что только на примере каких-то историй, сказок можно внушить ребенку то, что вы хотите, в том числе вылечить его страхи. Обратите внимание, книга небольшого размера, но зачем нам талмуд, когда две сказки и все вылечено? Так, следующая книга – это первый том философского характера «Человек в поисках себя». Показываю вам эту замечательную книгу, так она внушительная. Это очерки антропологических и этических учений. Что можно сказать? Очень содержательное и познавательное исследование. Вот я вот так подержу. Исследование, которое посвящено анализу учений о нравственном поведении человека с древнейших времен до современности. Первый том издания охватывает античность и средневековье. Главным объектом этого исследования является человек, а предметом – философское осмысление его поступков, основания его нравственного выбора. Пособие адресуется студентам и аспирантам гуманитарных вузов, а также широкому кругу читателей. Очень-очень интересные очерки. Каждый имеет свою ценность, так что изучать – одно удовольствие. Следующая книга уже из области искусства. Театральная технология в образовании с применением актерской техники. Это интересно и просто, если знать, как. Елена Фурсова написала замечательную книгу. Какой это замечательный человек. Это нужно видеть и слышать. Практикующий педагог. Это пособие для учителей. Я даже закончу мысль. Практикующий педагог, у которого закончилось терпение наблюдать, как вообще организуются вот эти досуговые деятельности, кустарно организуются. И как на самом деле, что нужно знать, что нужно уметь, как нужно ориентироваться в актерской технике, чтобы все это было с удовольствием, замечательно и получалось. А теперь я подробнее о самой книге. Это пособие для учителей. Оно раскрывает особенности применения театральных технологий и приемов актерской техники для организации взаимодействия с обучающимися школьного возраста и внеурочной деятельности. Не могу еще раз не вернуться к автору. Она обладает каким-то масштабным опытом педагогической деятельности в области формирования и развития актерского мастерства, в том числе и у детей. И в пособии раскрывает возможности использования практик, взаимодействия с другими людьми на сцене и в образовательном процессе. В общем, книга очень-очень интересная получилась, очень рекомендую. Посмотрите, вы, будучи учителем или будучи педагогом по внеурочной деятельности, абсолютно точно многого не знали. История. В этой области мы выпустили учебное пособие «Древняя Русь», тоже нашего постоянного автора Владимира Михайловича Соловьев. История и культура от архаики до московского государства. Факты, артефакты, события и имена. Вообще мы пришли к этой книге в рамках авторского проекта «Наша история». В рамках этого проекта наше издательство с 2017 по 2019 год выпустило три учебных пособия для высшей школы. Автор, я уже говорила, что Владимир Михайлович Соловьев, это российский историк, культуролог, доктор исторических наук, профессор. Вот это учебное издание мы очень долго ждали, потому что пополнить нашу коллекцию, которую мы когда-то начали, для нас это очень важно. Это такой серийный проект «Наша история», и он довольно востребован. И вот плюс одна книга наконец-то. Главное содержание этого учебного издания – это ключевые факты, артефакты, явления, события, имена русской истории и культуры от времён архаики до становления московского государства. Отмечу, что в книге рассматриваются некоторые новомодные, идущие в разрез с общепринятыми версии. Только ради этого стоит её прочитать. Главное достоинство и преимущество этого пособия – выстроенность текстов таким образом, чтобы от прошлого в нашей памяти отложилось то, что существенно повлияло на судьбу русской истории и культуры. Для широкого круга читателей адресована книга, в общем, как вы запомните события, как вообще нужно их запомнить. Всё-всё в этой книге рассказано. В общем, так что я бы рекомендовала и не только студентам гуманитарных вузов, но и всем, кто интересуется древней русской историей. Очень и очень такая важная книга и для нашего издательства тоже. Следующая книга тоже из исторической области. «Солдатики со смыслом. История военной игрушки». Знаете, начала читать, и меня захватило. Пришлось брать сыну, потому что эта книга, она не только для таких девятилетних мальчишек, как мой, но и для студентов, и для взрослых людей, которые могут взглянуть на игрушку, на солдатиков совершенно по-другому. Автор этой книги Тимур Замилов. Он основатель и руководитель компании «Солдатики Уран». И то, как он написал эту книгу, совершенно потрясающе. Неудивительно, что издание рассказывает читателям об истории игрушечного солдатика. Автор отмечает и то, какой важной ему видится роль солдатика в военно-патриотическом воспитании детей. Вот это очень такой красной нитью идущее, но совершенно незаметное для ребенка воспитание. Это, наверное, самое важное, и именно это он и запомнит. Книга, еще раз говорю, интереснейшая. Написана она очень живо, ярко, прекрасные иллюстрации. В общем, такая очень познавательная, увлекательная информация. Я рекомендую. Наверное, вот такие книги надо читать, рассказывать о них очень сложно. И я уже говорила о том, что не только мальчишки, но и взрослые могут это все дело читать. Но, конечно, эта книга была вообще рекомендована как учебное пособие по культурологии. Но подходит оно и для широкого круга читателей, и для популярного чтения. В общем, область применения очень разная. И если вам эта область интересна или есть кому интересно, эта книга должна быть на полке. И последняя книга... Ну, вы знаете, да, мои фанаты знают, что я обычно заканчиваю интереснейшими книгами из наших серийных выпусков. Вот в серии «Люди. Судьба эпохи» мы выпустили книгу «Записки суфражистки. Моя жизнь» Эмилин Панкхёрст. Это наша новинка, но книга уже должна была бы быть на слуху у всех тех, кто интересуется и темой, и эпохой. Автор ее – британская общественная и политическая деятельница, защитница прав женщины Эмилин Панкхёрст. Она основала в 1903 году женский социально-политический союз в Великобритании, который отстаивает права женщин. В ее воспоминаниях рассказывается об агрессивной политике суфражисток, демонстрациях, задержаниях, судах, голодовках, которые сопровождали их работу. Ее упорное стремление к победе и незыблемая вера в успех, идея равноправия полов продолжают и сегодня вдохновлять женщин во всем мире, а саму Эмилин американский журнал «Тайм» включил в число самых выдающихся 100 людей XX века. В общем, такая вот интересная персона, интересная эпоха. А главное, что действительно тема очень и очень актуальная, была всегда. Ну вот, друзья, на этом майский пул книг, подготовленных нашим издательством, Директ Медиа, закончен. Я признаюсь сразу, я вам прочитала не обо всех новинках, которые мы выпустили, времени очень мало, потому что май, несмотря на все его праздники, у нас оказался очень и очень продуктивным, и были еще книги. Но я напоминаю, что все это можно увидеть как бы в режиме реального времени, когда книга только выпускается. Мы обязательно размещаем ее на наших сайтах directmedia.ru, даем оповещение, сигнал в наших соцсетях. Это и Инстаграм, и Фейсбук, и ВКонтакте, везде у нас есть группы. Ну и, конечно, если вам что-то интересно, вы можете позвонить, спросить, написать нам письмо, и мы обязательно вам расскажем о том, что у нас новенького и над чем мы работаем. Я с вами прощаюсь. Очень надеюсь на последнюю встречу в этом учебном году в июне. Через месяц я расскажу о том, чем мы занимались в июне, и что планируем делать летом, и какие у нас планы на осень. Так что, друзья, приходите обязательно. Всех с праздником, всего доброго, и спасибо большое за такую приятную компанию сегодня.